Здравствуйте, я Ива Афонская, филолог, литератор, поэтесса и художница. И тема этого фильма – итоги правления Путина. Итак, господин Путин был у власти 20 лет фактически. Это очень большой срок. И каковы же итоги его деятельности? Нищий народ и кучка сверхбогатых олигархов. Вот результат правления Путина. Россия вошла в мировые лидеры по количеству бедных и нищих граждан. Россия с ее огромными природными ресурсами занимает 97-е место в мире по доходам на душу населения на уровне малоразвитых стран. Да и во многих из них уже народ живет лучше. Большая часть населения страны живет за чертой бедности. Даже по официальной государственной статистике около трети населения страны – это около 30 миллионов – живет за чертой бедности. При этом чертой бедности подразумевается доход менее 10 тысяч рублей в месяц. Как будто на 10 тысяч рублей и даже 15 тысяч рублей жить – это не бедность и не нищета. Народ России вынужден жить, продавая свой труд и свою жизнь за какие-то нелепые копейки, рядом со сверхбогатыми олигархами, кичащимися своим богатством, зарабатывающей деньги продажей национальных ресурсов, принадлежащих всему народу. При этом с каждым годом уровень жизни народа в России становится все хуже. Крупнейший провал Путина – угробленная настоящая пенсионная реформа и замена ее антинародной реформы. Когда Путин пришел к власти, он обещал построить в стране пенсионную систему, обеспечивающую пожилым людям достойный уровень пенсии. Это сделано не было. Этого можно было достичь путем перехода от современной пенсионной системы к накопительной пенсионной системе. В существующей пенсионной системе пенсии выплачиваются из средств работающих на данный момент граждан, и средств бюджета. При накопительной же пенсионной системе средства получаются за счет пенсионных накоплений и средств, получаемых от их инвестирования. Но такая реформа пенсионной системы полностью провалилась. Кроме того, Пенсионный фонд подвергся воровству в крупных размерах, в которых был уличен глава Пенсионного фонда и руководители некоторых территориальных подразделений. Чтобы решить проблему, власти повысили налоги и увеличили пенсионный возраст. Но обещанного повышения пенсии при этом так и не произошло. Все годы правления Путина и по сегодняшний день размер пенсии остается ниже прожиточного уровня. Многие пенсионеры до сих пор получают пенсию на уровне 80-12 тысяч, на которой жить нельзя при современном уровне цен. И поэтому вынуждены продолжать работать, наряду с теми, чей пенсионный возраст отдалился из-за реформы. Но только работу в этом возрасте уже трудно найти, потому что в отличие от западных стран, где хоть и пенсионный возраст выше, но никто не отказывает людям немолодого возраста в приеме на работу из-за возраста, в нашей стране есть большая дискриминация людей немолодого возраста при приеме на работу. Но не только пенсии. Многие люди, особенно в провинции, получают такие же зарплаты и за эти деньги еще и работают. Перейти на другую работу с более высокой зарплатой они часто не могут, потому что ее в их небольшом провинциальном городе просто нет. И даже в Москве не все в золоте купаются, как некоторым людям из провинции кажется. И там немало людей получают маленькие зарплаты. Но даже эти копейки не всем и всегда платят. За годы правления Путина происходили длительные задержки заработной платы и накопились многомиллионные долги гражданам по зарплате. Тарифы ЖКХ при Путине выросли более чем в 10 раз. Тарифы на коммунальные платежи повышаются каждый год, а то и по два раза. При этом государство рассматривает это как большое одолжение народу, что повышает их в таких пределах, а не больше. Это кто вообще придумал, что они все время должны повышаться? В других странах этого не происходит. Там нет постоянного повышения цен, в том числе на коммунальные услуги. А если бы там так было, уже давно бы произошли бы революции. При этом при постоянном повышении цен услуги ЖКХ лучше не становятся. Средств на ремонт и поддержание в порядке жилья выделяется все меньше. Жильцам часто предлагают оплачивать ремонт самим. Количество аварийного жилья с 2000 года намного увеличилось. Увеличилось в несколько раз. По оценке специалистов, одни только лифты в России в таком состоянии, что ими пользоваться просто опасно. При этом природные ресурсы России огромны. И располагая ими, страна могла бы жить совсем иначе. Если бы они шли не в карманы олигархов и президента с премьером, а на благосостояние всего народа и развитие страны. Они вполне достаточны, чтобы обеспечить народу достойный уровень жизни, пенсии и зарплат, бесплатную медицину и образование. И не просить постоянно телезрителей по телевизору скинуться на оплату операций для больных детей. При российских доходах от нефти эти просьбы по правительственному телевизору – это просто позор. Так же, как позор и то, что эти операции делаются за границей, а российские медики не могут их сделать. Россия занимает второе место по добыче и экспорту нефти и газа в мире. На ее долю приходится 35% мировой добычи нефти. Первое место в мире по запасам алмазов и второе по их добыче. Первое место по запасам серебра, лесных ресурсов, 23% мировых запасов леса. Олова, цинка, титана, необия, железных руд. При таких условиях иметь такую нищенскую жизнь народа и такое финансирование здравоохранения, образования, науки и культуры – это просто преступление. Для сравнения, жизнь других стран, которые также являются производителями нефти, например, Норвегия и Арабские Эмираты. Но, в отличие от России, там эти средства идут в карманы олигархов, а на развитие и благосостояние всей страны и всего народа. В Норвегии они идут в пенсионный фонд и на выплату зарплат, и различные виды социальной помощи населению, благодаря чему в стране одни из самых больших в мире пенсии и зарплаты – социальные и декретные пособия. И при этом цены на такие товары, как, например, одежда и обувь, не выше российских, а на некоторые даже ниже. В Объединенных Арабских Эмиратах каждый мужчина в 21 год получает от государства земельный участок и средства на постройку дома. Коммунальные платежи для всех жителей бесплатны. Медицинное образование на всех этапах бесплатны. Более того, если граждане хотят поехать лечиться или получать образование за рубежом, государство оплачивает им лечение и образование за рубежом. Студентам платят стипендии. Система здравоохранения получает высокие государственные дотации и занимает одно из первых мест в мире. Больницы оснащены новейшим оборудованием, используют последние достижения науки. Зарплата молодого специалиста начинается от 4 тысяч долларов. Средний доход квалифицированного специалиста – 10 тысяч долларов. На неквалифицированных же работах граждане страны вообще не работают. На них работают только мигранты. При рождении ребенка семья получает от государства финансовую помощь в десятки раз больше, чем в России. Минимальная пенсия – 3 тысячи долларов. Но большинство населения страны получает пенсию больше. Выход на пенсию – 55 мужчины, 50 женщины. И есть также право досрочного выхода на пенсию по желанию, с некоторым уменьшением пенсии. При этом государство не взимает с граждан столько налогов, как в России. В пустыне, без рек и осадков создали сельское хозяйство, которое не только обеспечивает все потребности страны, но даже экспортирует часть сельхозпродукции за рубеж. Про высокий уровень технологий говорить незачем, я думаю, он всем известен. А что же Россия? Россия – первая в мире только по количеству богатых и сверхбогатых. Никогда в России, как при Путине, не было такого неравенства доходов. Подобный показатель социального неравенства не характерен для цивилизованных стран и существует только в странах третьего мира. До Путина миллиардеров в России вообще не было. Они появились только при нем. Их количество за годы его правления увеличилось в 15 раз. До 2000 года включительно в списке миллиардеров Форбс вообще не было ни одного россиянина. А в 2010 году уже 62. И к нашему времени уже больше. Коэффициент дифференциации доходов между богатыми и бедными в 2000 году был в 13 раз, а сейчас он превышает 20 раз. При этом большинство из них получили доход от продажи ресурсов страны. В то время как в западных странах большинство миллионеров и миллиардеров заработали свое богатство сами, своим умом, начав с нуля. В списке миллиардеров близкие друзья Путина. И заработали они свои деньги именно в его правлении. До этого у них таких денег не было. Путин и Медведев сами являются сверхбогатыми олигархами. Количество дворцов Путина уже превысило количество дворцов русских царей. Количество чиновников при Путине увеличилось в три раза и насчитывает более миллиона. По одному чиновнику на 90 жителей. Это больше, чем в Советском Союзе и больше, чем в какой-либо стране. Зарплаты чиновников и депутатов значительно выросли и несоизмеримы с доходами простых россиян. При этом российский чиновник обходится, например, дороже американского в несколько раз. Например, по данным 2018 года, зарплата депутата Государственной Думы составляла полтора миллиона рублей в месяц. Зарплата министра финансов более полутора миллиона рублей в месяц. Как и зарплата министра энергетики. Зарплата министра МЧС около миллиона рублей в месяц. На содержание же президента Российской Федерации тратится 18 миллиардов рублей в год. На Государственную Думу 10,5 миллиардов. Правительство 6 миллиардов. Совет Федерации 5,5 миллиардов. Это официальная статистика. А вот зарплаты друзей Путина, глав государственных корпораций. Игорь Сечин, глава Роснефти, 150 миллионов рублей в месяц. Алексей Мидер, глава Газпрома, 90 миллионов рублей в месяц. Герман Греф, глава Сбербанка России, около 60 миллионов рублей в месяц. Андрей Костин, глава ВТБ, 103 миллиона рублей в месяц. При этом только в России, единственной из белых стран, существует такая система, что все жители, несмотря на разницу в доходах, платят одинаковый налог. Что библиотекарь с зарплатой 8 тысяч, что олигарх, все платят одинаковый подоходный налог. Во всех цивилизованных странах он различен. Чем выше доход, тем больше налог платится с дохода. А вот куда еще идут деньги российского народа? Путин простил долги другим странам на сумму более 140 миллиардов долларов. То есть они взяли в долг у России крупные суммы, и он разрешил им эти деньги не возвращать. Просто подарил. Одной только Киргизии, например, Россия простила долг в 240 миллионов долларов. 240 миллионов евро были подарены Сирии. Около 10 миллионов долларов списано долгов Северной Кореи. 32 миллиарда долларов в Кубе. Сюда присоединяются и страны СНГ. 47 миллионов выделено на улучшение благосостояния Таджикистана. 12 миллиардов рублей инвестиций в развитие Абхазии. Более 6 миллиардов рублей финансовая помощь Южной Осетии только за 2015 год. Финансовая помощь России – основная статья дохода Южной Осетии. И в 30 миллиардов долларов обходится Россия-экономический союз с Казахстаном. Регионы Северного Кавказа, дотационные регионы, до 90% их бюджета составляет финансовая помощь России. Русский народ своими деньгами кормит Кавказ. Но при этом эти деньги не идут на развитие регионов, не идут простым труженикам Северного Кавказа. Татятся на содержание местной олигархической верхушки, покупая этим ее лояльность режиму. Средства растрачиваются на проведение дорогостоящих помпезных мероприятий, ненужных России в условиях экономического спада и обнищания населения. 42 миллиарда рублей были потрачены на подготовку к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. 40 миллионов евро были потрачены на проведение Олимпиады в Сочи. При этом треть этих средств была разворовано. Только на новогодние приемы Кремль тратит 45 миллионов рублей. Сзятки миллионов в месяц, каждый месяц тратятся на специальные агентства, которые занимаются проправительственной агитацией в соцсетях. 20 миллионов рублей официальные гранты проправительственным молодежным организациям, типа «Ночные волки» и других. Вывоз капитала из России колоссален. Из России незаконно выведено в зарубежные банки и офшоры более 1 триллиона долларов. В год утечка капитала составляла от 15 до 50 миллиардов. Почти треть от частных денег россиян находится в офшорах. В докладе Национального бюро экономических исследований США под названием «От советов к олигархам. Неравенство и собственность в России» отмечается, что граждане Российской Федерации вывели в офшорные банки примерно 75% национального дохода. Экономический кризис и девальвация национальной валюты привели к значительному снижению уровня жизни населения и упадку экономики страны. За время правления Путина в России дважды были масштабные экономические кризисы в 2008 году и в 2014, который продолжался несколько лет, практически до сегодняшнего дня. Сейчас страна стоит перед угрозой нового экономического кризиса. За последние годы был зафиксирован рекордный обвал экономики и производства страны. Экономический кризис в России начался и до введения санкций, и был бы и без них, как следствие неблагополучного состояния экономики. Но международные санкции еще более усилили его, а до них довела Россию неправильная внешняя политика Путина. Это привело к тяжелым последствиям для экономики страны. Произошел массовый отток капитала из страны. Увеличились цены, снизился жизненный уровень населения. При этом правительство и президент ничего не делали для преодоления кризиса. Все это время страна жила за счет средств из резервного фонда, созданного Кудрином, когда он был на посту министра финансов, и просто тратила эти средства. Теперь фонд потрачен полностью, и дальше средства брать неоткуда, только с народа увеличивая налоги, что правительство и сделало. Никаких мер по улучшению состояния экономики не принимается. Путинский режим стал тормозом на пути экономического развития страны. Еще до экономического кризиса стоял вопрос о том, что экономика России нуждается в коренной перестройке и модернизации, превращении ее из страны, продающей сырье, и живущей только за счет продажи сырья, в страну производящую. Если это не будет сделано, развитие страны остановится, и страна придет в упадок. При этом именно за годы правления Путина были высокие цены на нефть, и высокие доходы от нее, которые можно было бы вложить в перестройку экономики страны. Но это сделано не было. Доходы от нефти ушли только в карманы олигархов. Экономика как была, не производящей, а только живущей, продажей ресурсов, так и осталась. И возможности от высоких цен на нефть были упущены. Технологическая отсталость России от западных стран приняла катастрофические размеры. Мелкий и средний бизнес, который во всех развитых странах составляет большую часть экономики страны, тушит налогами и не дает ему развиваться. В России низкая производительность труда. По производительности труда страна 8 раз отстает от уровня Евросоюза. Продолжается система коррупционных поборов бизнеса. На смену бандитского крышевания и поборов 90-х годов пришло крышевание и поборов полиции и чиновников. В стране, лидирующей по добыче газа, уровень газификации населенных пунктов низкий и ниже, чем, например, на Украине, где своего газа нет. Там газифицировано 87% населенных пунктов, в России только половина. А если сравнить газификацию деревень и сел, то в России она в три раза меньше, чем на Украине. При этом русские власти все время кричат, что на Украине плохо. В Сибири газа нет, в деревнях топят углем и дровами. В Ямале, газовой столице, в поселках топят углем. Уровень коррупции и воровства при Путине достиг размеров, никогда не виданных в российской истории. Несмотря на то, что воровство – постоянная черта российской истории. По уровню коррупции Россия находится на первом месте в Европе. По всемирному рейтингу коррупции, где расположение в списке по возрастающей по коррупции, Россия находится на 136 месте, рядом с Нигерией. И дальше идут только страны Африки. По официальной российской статистике, например, по докладу Голиковой, председателя Счетной палаты Российской Федерации, на декабре 2017 года, из государственной казны было украдено около 3 триллионов рублей. А общий объем финансовых нарушений за последний 2019 год – 804 миллиарда рублей. А объем коррупции исчисляется триллионами рублей. Это официальная информация. Доклад Алексея Кудрина. Говорит о том, что воруют и занимаются коррупцией чиновники, а не Путина. Президент в этом не виноват? Он хочет с ней бороться, но у него не получается? Это какой-то детский лебед. Если он не может искоренить коррупцию, значит он, как президент, не справляется со своими обязанностями. И где это видано, в какой организации, чтобы работника, не справляющегося со своими обязанностями, 20 лет держали на работе. Воровство и коррупцию вполне реально пресечь, если бы было на это желание. Но этого желания не видно. Ведь воры и коррупционеры остаются безнаказанными. И именно во время правления Путина воровство в стране увеличилось. Потому что воровство – сущность самой его власти. А вор не может бороться с ворами. Воровство и коррупция – часть этого режима, часть этой системы. Итоги правления Путина. Развал науки, образования, здравоохранения и культуры. Реальное уничтожение бесплатного образования и бесплатной медицины. А именно от науки и образования зависит развитие страны. На образование, здравоохранение и культуру выделяются просто смешные деньги. Опять же, значительно меньше, чем в развитых странах. Место России в мировом рейтинге по образованию – 34-е. Это очень низкий показатель. Это информация для тех, кто до сих пор думает, что у нас хорошее образование. Это было когда-то, но это давно уже не так. Большинство хороших ученых уехали из страны. Произведена реформа Академии наук, которую сами ученые называют разгромом Академии наук. Высшая и средняя школы фактически развалены неумными реформами. Финансирование образования мизерно. Весь бюджет российского образования не только в разы ниже бюджета образования развитых стран, но, например, меньше бюджета одного только Гарвардского университета. Обучение в школах официально является бесплатным, но фактически это не так. Школы постоянно вынуждены собирать деньги с родителей то на то, то на сё, то на ремонт школы, то на покупку учебников, мебели, оборудования, потому что их не финансируют достаточно. И без финансовой помощи родителей они не могут функционировать. И взимаемые школами суммы при низком уровне жизни населения становятся для них значительными тратами. Зарплаты школьных учителей в регионах всё ещё низки и в несколько раз ниже зарплат учителей в развитых странах. Количество школ с 2000 года стало меньше на 37%. Было закрыто 24 тысячи школ при Путине. Из них 80% в сёлах. Что касается дошкольного образования, было закрыто 22 тысячи детских садов. Так закрыто 15 с половиной тысяч клубов. 4300 библиотек. Результат. В России растёт новое необразованное поколение, уровень невежества которого шокирует. Снизился культурный уровень подрастающего поколения. При этом, хотя на образование своих граждан не выделяется достаточно средств, начиная с 2014 года, Россия ежегодно приглашает 15 тысяч иностранных граждан бесплатно учиться в российских вузах. То есть на государственные деньги Российской Федерации. То есть на деньги, взятые из налогов, заплаченных российскими гражданами. Только граждан России никто не спросил, хотят ли они на свои деньги обучать иностранцев. Медицина. Рейтинг России по медицине вообще совершенно низкий. 91. Выше нас даже Нигер. 90. Мозамбик. 83. Киргизия. Это Джигистан. Тоже выше нас. Расходы на здравоохранение считаются одним из ключевых показателей социального развития. Расходы России на здравоохранение в несколько раз меньше развитых стран. Финансирование здравоохранения недостаточно. Количество больниц сократилось в несколько раз. Произошло значительное увеличение платных медицинских услуг и значительное уменьшение бесплатных. Цены на лекарства высокие. Финансирование культуры с 2000 года сократилось в два раза и в 2019 сократилось еще больше. Вот государственная статистика. 2017 год. Расходы на образование. Расходы на образование 3,33%. Здравоохранение 2,20%. Культура 0,5%. Неудивительно, что культуры в России просто не стало. Расходы на охрану окружающей среды. Тоже 0,5%. Неудивительно, что в России природа загублена так, как нигде в мире. В развитых странах на эти цели выделяется просто несоизмеримо большая часть бюджета. При этом расходы на медицину и образование из года в год снижаются. К примеру, те же Арабские Эмираты, о которых уже говорилось, тратят на образование 25% бюджета, а мы 3%. Поэтому они имеют самый высокий в мире уровень технологий. Дальше. Бюджет России на 2017 год. Статья пенсионного обеспечения сокращается на 11%. Более чем в два раза сокращены программы поддержки малого бизнеса. Бюджеты на здравоохранение, образование, культуру, охрану окружающей среды остаются такими же низкими. При этом финансирование программы образования уменьшается на 20%. Уменьшаются размеры стипендий. Снижается количество бюджетных мест в вузах. И число рабочих мест для преподавателей. Зато расходы на финансирование армии и силовых структур значительно увеличились. На военные расходы при Путине стали тратить в три раза больше средств. На них уходит значительная часть ВВП страны. Оборонный бюджет страны составил 17%. И это в три раза больше, чем здравоохранение, образование и культура вместе взятые. Расходы на военные цели увеличены на 72 миллиарда. И это не считая расходов на зарплаты военных. При этом реально расходы на военные цели составляют еще большие суммы, потому что значительная часть их является засекреченной. Но главная проблема в том, что даже этот большой военный бюджет, отнимающий средства от науки, образования, культуры и медицины, от выплат нормальных пенсий и зарплат, несмотря на эти жертвы, не обеспечивает оборону страны. А как он может ее обеспечивать, если военный бюджет – часть общего бюджета страны, а бюджет России – одной из самых крупных стран мира, меньше бюджета даже маленьких стран? Список бюджетов разных стран можно легко посмотреть в интернете, например, на Википедии. По размеру бюджета Россия – самая крупная страна в мире на 23 месте, а все основные крупные западные страны – десятки лидеров. Разница в бюджете между Россией и США – 18 раз. Бюджет России меньше бюджета одного только американского штата. Это значит, что США имеют возможность 18 раз больше потратить на оборону, чем мы. В таких условиях война между Россией и США просто нереальна. Они бы прихлопнули нас за один день, если бы захотели. Не говоря уже о войне между Россией и всеми странами НАТО. Вот реальность путинского мифа о сильной России. Расходы на правоохранительные органы в России в разы больше, чем на здравоохранение, образование, культуру. И каждый год увеличиваются. Увеличение затрат на силовые структуры указывает на подготовку не столько к обороне от внешних врагов, сколько на борьбу с протестными движениями внутри страны. Россия находится на самых низких показателях по всем положительным критериям уровня человеческой жизни. И на самых высоких по всем отрицательно. Уступая разве африканским странам? Да и то уже не всем. По размеру ВВП на душу населения, воловой национальный продукт, эта характеристика определяет уровень экономического развития и роста экономики. Так вот, по этому размеру Международный валютный фонд поместил Россию, например, в 2017 году на 72 место. Ее опережает даже экваториальная Квинея. Ниже стоят только неразвитые страны третьего мира. Африка, Азия, Базинская Америка, а также Украина, Белоруссия и Балканские страны. Но у них нет нефти, газа и других ресурсов, как в России. Есть такой показатель, как индекс человеческого развития, выдвинутый ООН. По этому показателю Россия на 66 месте. Все это время в России сокращалось количество населенных пунктов. За 20 лет Россия потеряла более 23 тысячи городов и деревень. Три с лишних населенных пунктов в день вымирает. Россия занимает первое место в мире по убыли населения. За время правления Путина население России снизилось на несколько миллионов человек. Главная причина сокращения населения России – сверхсмертность. По уровню смертности Россия стоит на одном из последних мест в мировом рейтинге. Наши соседи в этом рейтинге – Нигерия, Зимбабве, Чад, Сомали. По продолжительности жизни страна занимает только 162 место, пропуская вперед такие страны, как Папуа, Новую Гвинею, Кондурас и Ирак. По размеру смертности мы опережаем Европу в несколько раз. Ежегодно Россия теряет по 800 приблизительно тысяч человек. Это размер большого города, такого, как, например, Краснодар. На протяжении большинства лет правления Путина в России умирало людей больше, чем рождалось. Эту боль населения пытаются посполнить мигрантами из Азии и Кавказа. Продолжительность жизни в России на несколько лет меньше продолжительности жизни развитых стран. Особенно низкая продолжительность жизни мужчин. По продолжительности жизни мужчин Россия занимает 109 место в мире, уступая Бангладеш. Причиной большой смертности и низкой продолжительности жизни являются, во-первых, полезней из-за снижения уровня медицинского обслуживания, высокий уровень преступности, высокий уровень самоубийств, Высокий уровень наркомании, курения и алкоголизма. Количество самоубийств и убийств в России сравнимо с уровнем африканских стран. Россия на четвертом месте в мире по количеству самоубийств. При этом на первом месте в мире по количеству самоубийств среди несовершеннолетних и лиц пожилого возраста. По числу умышленных убийств Россия занимает 19 место в мире, соседствуя с такими, опять же, неразвитыми странами, как Эквадор и Ирак. И занимает первое место в Европе с большим отрывом от США и европейских стран. По количеству сексуальных преступлений выше нас только ЮАР, самая криминальная страна в мире. А по количеству преступлений против детей мы ее даже опередили. Россия занимает первое место в мире по количеству преступлений против детей и по количеству педофилов. Например, только в 2010 году жертвами преступлений стало 100 тысяч детей. Россия занимает первое место среди белых стран по числу убийств и насилия в семье. Этому способствует российское законодательство и бездействие правоохранительных органов. Россия занимает первое место в мире по объему потребления героина – 21% всего производимого в мире. 8 миллионов человек употребляют наркотики. Из них 4 миллиона находятся в жесткой зависимости. Наркомания среди несовершеннолетних и молодежи приняла угрожающие размеры. Большинство наркозависимых – молодежь. Каждый год от наркотической передозировки умирает более 30 тысяч человек. В России самый высокий в мире уровень алкоголизма. Алкоголизм стал национальной трагедией. В России самое высокое потребление алкоголя – 15 литров на человека в год. Но эта цифра не же реальная, потому что она учитывает только продажи алкоголя в магазинах и не учитывает самогон, который гонят в деревнях. По данным Всемирной организации здравоохранения, уже потребление алкоголя 8 литров на человек является угрозой для выживания нации. В докладе специалистов, опубликованном в британском медицинском журнале The Lancet в 2014 году, указывается, что россиян выпивает 20 литров водки в год, в то время как, например, британец – 3 литра. В России алкоголизмом страдают 2 миллиона человек, и до 40% мужчин злоупотребляют алкоголем. От отравлений спиртными напитками и суррогатами водки ежегодно умирают десятки тысяч человек. При этом употребление алкоголя при пути не возросло. Государство пополняет свой бюджет за счет продажи алкоголя и табака. Это значительная часть государственного бюджета. И нашей власти только выгоден алкоголизм населения. Никаких мер борьбы с алкоголизмом не принимается. Отсутствует всякое желание бороться с этой проблемой. Цены на алкоголь в России достаточно низкие, и государство не хочет их повышать. В России сильно алкогольное лобби, которое блокирует антиалкогольные законы. Социологи отмечают резкий рост алкоголизации общества в последние два десятилетия и связывают его с ухудшением уровня жизни, поляризацией общества по уровню богатства и бедности, чувством незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне, падение нравственного уровня и уровня социальной ответственности. Как результат алкоголизма Россия занимает первое место в мире по числу детей, брошенных родителями. В России больше беспризорников, чем было после Великой Отечественной войны. При этом 80% детей в детских домах имеют живых родителей, которые лишены родительских прав из-за алкоголизма или бросили своих детей сами. Такой ситуации нет больше нигде в мире. В России 4 миллиона бездомных, что составляет 3% населения страны. В России на первых местах в мире по числу нарушения прав человека. В ней нет нормального правосудия. Это объясняется в том числе неправильной судебной системой, отсутствием независимых судов, которые являются одним из принципов демократического общества. Суды в России подчинены исполнительной власти. В России ужасающая ситуация с экологией, что неудивительно при полном безразличии правительства к этой проблеме и нежелании ее решать при мизерном в полпроцента бюджете на охрану природы. Сразу же после прихода к власти в 2001 году Путинам был подписан указ, позволивший ввозить в Россию высокотоксичные отходы из других стран, то есть отработанное ядерное топливо. Что и делается в течение этих 20 лет. Страну превратили в свалку ядерных отходов всего мира. Итог правления Путина. Рост терроризма по всей стране, особенно в регионах Северного Кавказа. По всей стране проходят теракты, которые особенно усилились после вступления России в войну с Сирией. Регионы Северного Кавказа практически постоянно находятся в состоянии тихой и необъявленной войны, постоянных военных действий и бандформирований. Правительство явно не в состоянии справиться с терроризмом на территории России и стабилизировать обстановку на Северном Кавказе. Потому что деятельность спецслужб больше направлена на разгон политических митингов и борьбу с деятелями оппозиции, чем на борьбу с терроризмом. Итоги правления Путина. Упадок нравственности и морали стал чертой современного российского общества. Итог правления Путина. Иммиграция россиян из страны приняла массовый характер. Из России ежегодно выезжают от 100 до 300 тысяч человек. Население целого города. Население России ежегодно становится меньше на целый город. Потому что россияне бегут из страны, недовольные жизнью в стране и не видящие перспективы ее улучшения. При этом значительная часть уехавших – это интеллектуальная элита страны. Ученые, программисты, врачи, деятели культуры. Россия теряет интеллектуальную элиту, тем самым теряет свой научный и культурный потенциал, что подрывает состояние страны и перспективы ее дальнейшего развития. Даже по официальным данным за пределами России проживает более 7 миллионов человек. Это население целой страны, как, например, Дания. И эти данные занижены, потому что не все становятся на учет в российских консульствах. При этом многие россияне, еще не покинувшие страну, хотели бы это сделать. И в массовом порядке хочет покинуть страну молодежь. Россия явно занимает первое место в мире по количеству населения, которое хотело бы уехать из страны. При этом происходит раздача российской земли другим государством. 115 тысяч гектар в Забайкальском крае были переданы Китаю в аренду на 49 лет. Была разрешена многочисленная эмиграция из Китая в районы Дальнего Востока и Сибири. Был принят так называемый закон о торах, территориях опережающего развития, согласно которым большие территории России передаются в аренду иностранным государствам на срок до 70 лет. Более подробно об этом говорится в отдельном фильме. Во внешней политике Путин придерживается стратегии конфронтации со всем миром, но поставив мир в положение холодной войны, усиливая гонку вооружений, международную напряженность. В условиях наличия ядерного оружия это равносильно постановке мира на грани уничтожения. Захват Крыма, организация Донецких и Луганских республик и развязывание войны на Украине, и введение войск на Украину, хотя и отрицаемое, поставила Россию в положение изгоя, отвергнутого всем цивилизованным мировым сообществом, привело к падению авторитета страны и к негативному отношению к стране. В друзьях у России остались только реакционные режимы отсталых стран третьего мира. Политическая жизнь страны, мнение наинакомыслящих, оппозиционно настроенных общественных деятелей, представителей культуры и прессу напоминают обстановку сталинского режима 30-х годов, репрессиями против выдуманных врагов народа и объявлением невинных людей шпионами. Это очень напоминает объявления путинским режимом, всех неугодных общественных организаций и прессы иностранными агентами. Постоянно происходящие политические убийства стали чертой жизни страны. Дошло до прямого убийства политических оппозиционных лидеров, как немцов. Имитация выборов и превращение выборов в фарс. Митинги в продержку президента, куда людей привозят автобусами принудительно. Десятки миллионов рублей тратятся на оплату так называемых интернет-троллей. Людей по заказу правительства, пишущих комментарии и посты за Путина на всяких форумах и социальных сетях. И оскорбительные ответы его противникам и получающие за это деньги. На эти цели из бюджета выделяется едва ли не больше средств, чем на культуру. При таких итогах его деятельности я совершенно не понимаю, как может кто-то за него голосовать. И ведь голосуют же, потому что не видят, не знают, не хотят видеть, не хотят знать. И теперь, когда нам предстоит голосование за поправки в Конституцию, которые дают ему возможность продлить свой срок еще на 8 лет, а также дают ему больше полномочий власти в стране, разве можно голосовать за или сидеть дома и не прийти и не проголосовать против? Продолжение следует...